Уважаемые коллеги, доброе утро! Рада вас приветствовать на нашем седьмом вебинаре, который сегодня посвящен достаточно интересной теме, достаточно востребованной теме. Это использование лазерных технологий у производителя фотона для коррекции признаков старения в периоральной зоне. То есть сегодня мы с вами, естественно, будем говорить именно о данной зоне. И если вы проанализировали наши вебинары, то смысл их был разобраться от технологий, которые представлены у данного производителя, и уже из технологий создать программы для работы с той или иной тканью. У нас был вебинар, посвященный коже, подкожно-жировой плечатке, связочному аппарату и перейти непосредственно уже к комплексным программам. И комплексной программой у нас были представлены эта работа с фототермической реконструкцией тканей щеки 4D. Мы разобрали с вами взгляд на данный протокол с позиции самототипов старения по Шелдону. И, конечно же, у нас была с вами переорбитальная зона. И вы помните, что где, когда мы начинали с вами разбирать, какая ткань мишень страдает. И какую технологию, а мы уже знаем, какие технологии, работать с тканью кожи при том или ином выраженности степени старения с яркостью проявления тонуса снижения. Как работать с подкожно-жировой плечаткой, как работать непосредственно со связочным аппаратом. Поэтому переоральная зона – это еще одна, я считаю, самая важная зона. Почему? Ну, потому что, как мы прекрасно понимаем, если глаза, зеркало души, и мы определяем настроение пациента и свой игривый взгляд, молодость. И мы часто встречаем в литературе, что глаза ее были, там, блестели, как у тигрицы, или там взгляд был наполнен красотой. То немаловажную роль имеет и переоральная зона. Почему? Потому что это тот комплекс изменений, который охватывает достаточно много тканей и мишеней, и зубочелесной ряд, и непосредственно изменения связочного аппарата, и поверхностной глубокой жировой плечатки, и кожи. И, конечно, это работа непосредственно не только с этими тканями, но и красной каймой, с контуром, и с кожной частью в этой зоне. Почему? Потому что я считаю, что работать только непосредственно с красной каймой, говоря о переоральной зоне, было бы совершенно неинтересно. Поэтому план вы видите, как всегда мы говорим о степени выраженности изменений, то есть классификации старения, и говорим о технологиях, и, естественно, о возможности сочетания их в рамках нашей с вами программы. Ну вот, так как данная работа была выполнена вместе с Викторией Лысиковой, поэтому вы будете видеть, что часть слайдов были выполнены вместе с нами, с ней, то есть Виктория Лысикова и я. Так вот, разрез непосредственно вертикальной ткани губы продемонстрировал наличие нескольких слоев в области губ, это подкожно-жировой клетчатки, поверхностные глубокой мышцы, естественно, слизистая и кожа. И поэтому, говоря о работе с той или иной тканью мишенью, мы, естественно, видим перечень тех технологий, которые будут применяться для непосредственного воздействия на ту или иную ткань. Ну, для работы с кожей это целый блок как технологий с использованием химических пилингов, механических, физических, в данном случае, если мы говорим о лазерных технологиях, о производителях потона, то это будут и абляционные, фракционные технологии, абляционные полным лучом, излучение 2940. Естественно, это будет работа не только на оптическое выравнивание, уменьшение яркости морщин, когда мы говорим о работе с кожей, но и, конечно же, это непосредственно работа с глубокими делами дермы. И вот здесь нам на помощь приходит наша самая любимая, уважаемая технология. Это технология короткоимпульсного воздействия излучения 1064-FRAG-3. И мы помним, что у нас есть несколько режимов с использованием разной длительности импульса в этой технологии с целью работы с разными проявлениями стоения в этой зоне. Именно кожа, то есть мы работаем здесь в формате 3D, формируя зоны коагуляции фракционной. Поэтому, когда мы с вами разбираем работу непосредственно с кожей, то мы, говоря об аппаратных методах, используем здесь технологии, направленные на улучшение непосредственно микроциркуляторного русла. И здесь у нас будет с вами использоваться, как я уже сказала, короткоимпульсная технология FRAG-3. Здесь будут использоваться абляционные технологии полным лучом и фракционным для того, чтобы уменьшить гиперкератоз и повысить синтез фибробластами коллагена и эластин. Но, конечно же, здесь немаловажное значение будут иметь и препараты мезотерапевтические, которые мы будем использовать для увлажнения и уплотнения тканей, а также введения нехватающих нам для построения плотного и улучшения качества межклеточного матрица и повышения синтеза коллагена ингредиентов. Поэтому у нас будет разный состав мезотерапевтических препаратов и биоревитализантов. Но не говоря уже о скимбустере. Варианты А и Б, которые вы видите здесь из аппаратных методов, это те варианты, которые мы с вами видим в одном из слайдов, показывающие, какие технологии работают на плотную кожу, на уплотнение ее, то есть избыток кожи не больше 5-10%. А какие технологии работают на сокращение кожи, когда избыток ее 20-30%? Говоря о подкожно-жировой клетчатке, если мы говорим о именно поверхностной подкожно-жировой клетчатке, говорим о перерастянутых септах, хотя мы помним строение ее, эта подкожно-жировая клетчатка относится к фибропластическому типу, то есть или к фиброзному, то есть это плотные соединительные тканные волокна, которые охватывают непосредственно мелкие адипоциты. И если мы с вами говорим о подразделениях непосредственно жировой клетчатки по ее строению, непосредственно исходя из классификации по тросе, где он давал нам, что с учетом плотности адипоцитов, количество адипоцитов, плотности волокон коллагена, мы разделяем жировое тело, комочек биша, который относится к метаболическому такому образованию, где очень мало волокон коллагена, они неплотные и очень крупные адипоциты. И мы говорили о непосредственно двух зонах, это параорбитально-периоральные, где у нас находится по типу фиброзного такого образования, то есть плотные мелкие адипоциты и плотные мелкие адипоциты, господи, хотела сказать, большое количество мелких адипоцитов, плотно расположенные, окруженные плотными волокнами коллагена и эластины. И у нас получается с вами вот такая подкожная жировая клетчатка, если говорить о пакетах. И, конечно же, если мы отмечаем изменения со стороны волокон коллагена, в данном случае это будет проявляться изменением высоты, и вы увидите сейчас со стороны непосредственно определенных экономических ориентиров, и колонны фильтрум, они будут менять свою протяженность, ее высоту, то мы, естественно, будем говорить о изменениях в состоянии не только кожи и связочного аппарата, но и, конечно же, септ в данной зоне. Глубокая жировая клетчатка подвергается достаточно такой же быстрой регрессии, в данном случае достаточно быстро наблюдается липотистрофия, атрофия, и вы видите, что на начальных этапах работы с поверхностными жировыми отложениями, с поверхностной подхожной жировой клетчаткой мы используем аппаратные методы, рамках которых мы воздействуем на то, чтобы данные септы не растягивались. Это первая задача. Ну и задача филлеров – это восполнение объема, если нам необходимо. И если мы говорим это как о непосредственно губе и также кожной части, вот говоря о плотных волокнах коллагена и плотно расположенных жировых клеток, а гипоцитах, я говорила именно о кожной части, о кожной части, то есть именно о той части, которая у нас будет находиться в периоральной зоне. Если мы говорим о губе, да, и вы помните, что в разрезе у нас была поверхностная глубокая клетчатка в области губы, то вот здесь наша задача будет по мере липодистрофии, липоатрофии выполнять объем той потерянной подкожно-жировой клетчатки. Поэтому у вас указаны филлеры разной плотности, и вот на этом акценте я и хотела сделать, что мы сейчас говорим о периоральной зоне, то есть охватывая не только губы, но и кожную часть, особенно над верхней губой. И, конечно же, для нас будет рассматриваться процессы старения именно с позиции изменения как в области губы, верхней и нижней, так и с позиции кожи над верхней губой. Мышечный слой, вы видите на слайде, у нас с вами есть изменения со стороны тонуса, это не растянутость, а трофея мышечного охота. Поэтому здесь на ранних этапах от аппаратных методов мы рекомендуем микротоковую терапию и ботулинотерапию. Ну, про поводу глубокого жирового слоя, и еще раз повторю, мы говорим сейчас именно о срезе губ. Мы говорим о том, что именно при вертикальном разрезе была выделена кожа, подкожно-жировая клетчатка от поверхностного губа, мышечный слой слизистый. Поэтому вот этот аспект для нас важен. Да, перелеснула, не прокомментировала. Это слизистые, да, слизистая. И вот здесь растянутая связочного аппарата, поэтому тут у нас, конечно, на первый этап выходит какая технология? Неаблетивная технология 2940 излучения, технология смуз, которая будет выполняться, естественно, определенным аксессуаром. В данном случае, если мы говорим о работе со слизистой, то это будет, естественно, манипула PS03X или PS03, какая у вас есть в арсенале. Классификация, которая была предложена Викторией и мной, она предлагает несколько, естественно, степеней старения, с первой по пятую. И мы видим с вами разное состояние со стороны тех тканей, которые мы перечислили. И давайте посмотрим, какие аппаратные технологии мы будем применять, и кратко будет описываться та или иная степень изменений. Ну, как вы уже поняли, технологии, которые мы будем здесь использовать, у нас будут с вами основными, какие именно. А это, как я уже сказала, неаблиционная технология 29 смуз, которую мы будем выполнять как восполнение объема красной каймы, которая будет у нас с вами уменьшаться с учетом степени, так и работать с растянутым связочным аппаратом. Поэтому доступ у нас будет со стороны слизистой рта и восполнение красной каймы губ. Плюс следующая технология, которую мы будем применять для работы как с кожей, так и непосредственно в области красной каймы, улучшая микроциркуляцию в этой зоне, мы будем использовать технологию короткоимпульсную, излучение 1064, FRAG-3, с разными длительностями импульса 1,3 до 1,1,6 мс, с учетом состояния степени изменений в области кожи и красной каймы губ. То есть мы говорим с вами о том, что данная технология может работать не только по кожной части верхней губы, но и над губой, да, но и может работать непосредственно по красной кайме. Если мы говорим о работе с подкожно-жировой клетчаткой именно со стороны СЭРТ, в данном случае этих структур, то мы работаем длинноимпульсной технологией пьяна, а также длинноимпульсной технологией смуз. Я в этом случае использую для технологии пьяна два аксессуара, либо L-Runner, либо R33 манипулу, и мы заходим как непосредственно на кожу, так и на красную кайму, а также использую, если я выполняю технологию смуз, то я могу работать как с аксессуаром T-Runner, используя время 375 мс, сразу по метку сделаю, так и могу работать манипулой от PS03, PS03X, используя в этом случае 20 стеков. Поэтому вот здесь очень важно, какой аксессуар вы выбираете, а это, конечно же, я бы сказала, не только толщина подкожно-жировой клетчатки, она здесь небольшая, это еще и растянутая ткань, с учетом, если пациент увлекается объемным моделированием в этой области, и особенно если у этого пациента дисплазия соединительной ткани. Поэтому, конечно, вот этот красивый клюв, я вчера, ну неважно, или позавчера, делала маникюр, и рядом со мной сидела дама, вот примерно в таком плане, дисплазия соединительной ткани, маленькое лицо, все ткани вот такие при наклоне, естественно, это жерка, собираются, и маленькие тонкие губы, доктор, ну, явно с пожеланием пациента, выполняла процедуру, красивый вот такой клюв, который у нее был связан с движением препарата в этой зоне, и вот такая красавица, она сидела, рассказывала, и, ну, я вот сидела, думала, у меня было желание, конечно, ни в коем мере не сказать, не посоветовать ей, придите, мы там вам все подправим, нет, это желание все больше и больше рассказывать о возможности работы аппаратными методами, которые прекрасно могут сопроводить пациента перед инъекционными технологиями. И, конечно же, пациенты, которые именно очень часто волемизируют зону переоральную, это вся чаще всего не только старение в этой зоне, но и желание создать объем. И, конечно же, мы сейчас все больше и больше начинаем говорить о пациентах с дисплазией соединительной ткани, об их регенеративном ответе на различные процедуры, и, конечно же, их возможность удерживать тот объем филера, который мы вводим, неважно в какой зоне, потому что миграция филера достаточно выражена. Поэтому я всегда говорю о том, что аппаратные методы для этой группы, категории пациентов, именно определенные, опять же, не все, а вот я хочу сказать, что технологии, которые предлагаются производителям фотона по опыту введения таких пациентов и реабилитации их после других аппаратных технологий, например, игручатого РЭП, они, конечно, являются наиболее безопасными, потому что у нас есть самый важный арсенал для таких пациентов, извините, отошла тема, но не могу не сказать о пациентах с дисплазией соединительной ткани, у нас есть самый важный инструмент для работы с ними, это работа со связочным аппаратом, методом объемного прогрева технологии длинно-импульсный СМУС, внутриротовой доступ. Это, конечно, колоссальная помощь этим пациентам и, конечно же, возможность оперировать технологии короткоимпульсных рака 3 и технологии пьяных. Все для того, чтобы вдумчиво, безопасно работать с этими пациентами для улучшения качественных характеристик любой анатомической зоны. Ну, возвращаясь к периоральной зоне, у нас, естественно, будут использоваться методики для работы с облиционными, как классическими, непосредственно для оптического уравнивания в области вертикальных машин, а также для улучшения контура красной каймы и ее тоже облиционного воздействия. Ну и, конечно же, фракционные технологии, которые мы тоже можем использовать в этих зонах, как в области кожи для уменьшения яркости периоральных морщин, так и работы с красной каймой. Поэтому у нас достаточно большой арсенал облиционных технологий, выполняемых полным лучом и фракционным. Это MSP, SP, ELP, теплые, горячие и холодные технологии облиционные. И здесь самое главное, конечно же, какую вы ее выбираете с учетом степени выраженности проблемы. И вот на данном слайде я указала, что холодная технология аплиционно-фракционно-MSP режим на глубине 200-300-400 микрон выполняется для сокращения именно тех атрофических изменений, которые будут наблюдаться при выраженном старении, то есть пятая-шестая степень и с акцентом захода и на красную кайму. Если же мы с вами говорим о профилактике или лечении первой, второй степени, то вот здесь можно ограничиться горячими, теплыми технологиями LP или SP. Понятно, что основная задача каждой из технологий облиционных, либо альтернатива изменений, замена качественных характеристик в области тканей, переоральной зоны кожи и непосредственно работа с красной каймой, когда мы используем холодный режим. Или когда мы используем тепло-горячее, это возможность двойного действия абляции и коагуляции. Вот здесь, конечно, очень важный момент. И вопрос очень часто звучит, Ирина, почему вы, когда пациент возрастной, не используете, например, у него глубокие киседные морщины, четвертая-пятая степень, у нас должны быть сейчас по слайдам описаны степень старения, какие изменения наблюдаются и какие технологии аппаратные мы будем использовать с фотографиями пациентов. Видео у нас в этом вебинаре выполнить невозможно, ввести его, поэтому, к моему сожалению, я вам не могу продемонстрировать, как я работаю. Но иногда вы это можете встретить в Инстаграме, где я выкладываю свои учебные сопровождения, когда мы занимаемся на занятиях. И хочу отметить, что работа с тем или иным видом обляции всегда привязывается к степени выраженности морщин. То есть, если у вас морщины глубокие, понятно, что это киседная морщина, связанная именно с нагрузкой переоральной мышцы, непосредственно к угловой мышцы рта. И понятно, что это глубокий залом, связанный с поражением на всё протяжение кожи, и нам хочется отработать его методом, каким сблизить край дефекта, но мы так вас всегда учим. Но чем старше пациент, тем более яркие изменения со стороны сосудистого компонента, микроциркуляторного русла, то бишь, клеточного пола и регенеративного отмета мы встречаем у пациента. Поэтому мы должны с вами выбрать более конкретную какую-то технологию. Я почему выбираю холодную? Потому что в ней только абляция. И вы получаете удаление видоизменённой ткани синтетивными клетками, которые трудно подвергаются разрушению, которые являются прародителями уже более худшего варианта старения с онкологической направленностью. Мы должны удалить их, и мы должны помнить, как заживают у пациента старшей возносной группы ткани, как происходит их реабилитация. И фаза острого воспаления у этих пациентов, она более протяжённая, с определённым клеточным полом, и отсюда мы не можем им предложить сразу два уровня повреждения, абляция и скоагуляция. Поэтому горячие режимы более подходят для пациентов с менее выраженными проблемами, то есть морщины первой, например, второй степени в области переоральной зоны. Или это пациенты, которые уже начали у вас проходить курс, и вы от холодного идёте на более разнообразный режим, то есть вы идёте к тёплому и далее к горячему. Поэтому, дорогие коллеги, прежде чем выполнять какой-то вид абляции, особенно фракционный, на то глубину, которое мы рекомендуем, мы должны с вами чётко понимать, всё-таки, как этот пациент будет заживать. И на какой глубине у вас должна быть абляция, на какой коагуляции. Потому что, естественно, что это должна быть коагуляция в здоровой ткани, абляция должна удалить те изменения, которые у нас есть. Ну и, естественно, очень мы любим в этой зоне всегда сочетать полный луч с фракционом. Но я думаю, что всё объяснила. Между процедурами мы назначаем методики неаблютивные, излучением тем же 2940, технология смозфракционная, и здесь, конечно, для вас поле деятельности достаточно большое. Мы используем растворы, увлажняющие кожу для восстановления какого непосредственно нам нужного хромофора. То есть мы работаем непосредственно с вводя хромофор из вне эндогена. И мы с вами используем 15-20 стеков с учётом толщины ткани, необходимости воздействия на ПЖК для доставки тепловой энергии. И очень подробно всегда рассказываем вам о тех особенностях, почему чем больше и глубже у нас проблема, тем для нас важно прогреть, простимулировать её на определённой глубине. Поэтому количество стеков у нас всегда достаточно большое. Не буду сейчас на этом застрять. Переходим дальше. И у нас первая стадия или первая степень, у нас уже стадия старения. Посмотрите, прекрасные, красивые, молодые губы, высокий тонус кожи, сохранённая из вилистой базальной мембраны, если говорить о качественных характеристиках, высокий уровень краснабжения, увлажнённость кожи, сохраняется белая кайма, а мы будем облективными методами работать на восстановление белой каймы. Комиссуры рта развернуты, точка ЖК акцентируется. Тонус в пределах нормы, поверхностная, глубокая жировая клетчатка хорошо развитая, высота колонн фетрума 12-15 мм, зубной ряд сохранён, высота супрестов 12-17-21 мм. Что мы здесь предлагаем пациенту? Естественно, мы предлагаем пациенту работать непосредственно с чем? С объёмным моделированием, красные каймы губы, для профилактики старения. Когда мы видим с вами вторую стадию старения, то что здесь мы уже отмечаем? Старение, которое хватает, как кожу в переоральной зоне, так и красную каймы губу. Мы видим снижение эластичности тонуса кожи, и эластичность, и тонус, и плюс уровня увлажнённости, то есть синтез коллагена, эластена, плюс гиалуронной кислоты. Фильтрумы сохранны, колонны фильтрума 14-15 мм, но наблюдается сглаженность уже белой каймы губы. И когда мы говорим о сглаженности белой каймы губы, для её восстановления мы очень часто работаем облиционными методами полным лучом. Гипертонус морщин, которые появляются динамическими морщинами, стираемость зубов приводит к порачению высоты, высота рисов уже становится 16-19. Третья стадия нарастания признаков фото- и хроностарения. Посмотрите, появление статических морщин, появление гиперкератоза, потеря цвета непосредственно вермиллиона, сглаженность белой каймы, увеличение колонн фильтрума 16-17 миллиметров. Что у нас наблюдается? Опущение комиссур более 0,2 сантиметра, липотрофия проявляется в отсутствии наполненности куб, уменьшение их объема, нарастание гипертонуса появления мелких статических морщин. И в липотрофии глубоких жировых подпечатки нарастает. Опять же стираемость зубов и высота резцов 14-16 миллиметров. Четвертая стадия гиперпигментации, вглаженность белой каймы, удлинение колонн фильтрума до 18-19 миллиметров. Вот этот момент изменения святочного аппарата. Глубокие кисетные заломы, затрагивающие вермиллион и обвесчение комиссуры рта до 3-х миллисантиметров. Общее тонение мышечного слоя связочного аппарата, чередующие с гипертонусом мышцово-периоральной зоны. Липотрофия поверхностной глубокой кожировой клетчатки приводит именно, а именно пакетов поверхностных и глубоких приводит западение губ и отсутствие чего прохилии. Резорция костной ткани, потеря зубов частично приводит достирание в пределах гентина высоте 12-14 миллиметров. Если мы берем пятую стадию, то здесь уже мы видим с вами стойкие заломы и в переоральной зоне статические морщины разной степени выраженности могут охватывать до 1 сантиметра. Узлетение колонн фильтром до 19 миллиметров и точка джека сглажена. Липотрофия, опущение комиссуры рта более 0,3 сантиметра. Плавное соединение морщин марионеток с морщинами марионеток и атония мышечного связочного аппарата. Липотрофия глубоких жировых пакетов высота рисун до 10-12 миллиметров. Что мы здесь можем предложить? Именно первая стадия, когда мы работаем, поддержание кровообращения, сохранение увлажненности. Мы можем говорить, я здесь буду говорить больше об аппаратных методах, объемное моделирование, чем 2940 технология смуз, которую мы используем с вами для возможности восполнения объема красной каймой волки. Поэтому вот здесь мы с вами работаем непосредственно нанеся гель с гиалуроновой кислотой для того, чтобы перелучить больше количества тепла. поэтому на занятиях разбираем с вами сколько стеков, какой флюид, сколько проходов надо сделать для работы манипула PSN3 либо PSN3 X. Вторая стадия, там еще была отмечена бериевитализация медотерапии. Посмотрите, воссоздать белую кайму, поддержать комиссуру так, сохранить увлажняющие свойства и влагоудерживающие свойства, плюс устранение гипрокератоза и сухости. Это цели. Из инъекционных методов бериевитализанты, скинбустеры, пилинги, филеры на основе гиалуронной кислоты низкой средней мощности. Что мы здесь можем предложить нашим пациентам? Уже помня те изменения, которые у нас были, я не стала сюда выставить фотографию, думаю, что вы запомнили фотографию при второй стадии. Я написала, что обязательно мы должны сделать уплотнение связочного аппарата со стороны доступа в слизи старта, поэтому обязательно начинаем работать с этой частью. И после этого волюмизация технологии той же смуз, но по красной каме. мы видим с вами, что укрепление связочного аппарата позволяет нам решить проблему именно с изменением положения тканей относительно зоны носа, мы с вами работаем непосредственно на профилактику удлинения этой зоны колонн-фильтрома, и, конечно же, если мы говорим о влаженности красной каймы, то мы можем говорить, вернее, белой линии, то мы можем здесь использовать абляционно-фракционные методы, но очень часто бывает достаточно, посмотрите, для работы после укрепления связочного аппарата работы непосредственно по красной кайме, я выделила это жирным срифтом. Тоже технологии смуз, многократные проходы с определенным количеством стеков в зависимости от толщины губы и злются, но пометила я также, что могут быть определены абляционные технологии полным лучом для восполнения контура, белой линии, мы можем работать также пилингом непосредственно по красной кайме, каким? Или полным лучом, или фракционным. Не забывайте, что фракционные методы позволяют также проводить лазерно-ассистированную доставку. Если пациент готов, мы обрабатываем непосредственно нефракционные технологии короткоимпульс 1064 фрак 3 работа по кожной части. Вот до процедуры, сразу после такой процедуры. Но вот здесь я хочу сказать, что когда я работаю, я работаю это сразу после, очень активно через слизистую, затем прохожу по технологии смуза по слизистой, и понятно, что пятно 7, в зависимости от манипулы PS03 или PS03X, но понятно, что на PS03 11, на PS03 X или 14 или более. Поэтому посмотрите, высота какая стала. Затем короткоимпульсная технология фракок 3 кожная часть обязательно. И вот здесь, так как мне показалось, что необходимо отработать, так как пациент в дисплазии соединительной ткани, я взяла работу, технологию пьяна, отработала ее по кожной части заходом на красную кайму и после этого сделала объемное моделирование красной каймы при помощи технологии смуза. И вы видите, что сразу после процедуры мы получаем вот такие эффекты у наших пациентов вот с таким разворотом и здесь имеет значение, когда вы смотрите, какой объем красной каймы, что вам взять, ну понятно, не только пятно на манипуле по СН3, по СН3Х, я понимаю, что мы уже с вами говорим на одном языке, это технология смуз. Вопрос о том, сколько стеков надо взять, да, это связано и с возрастом пациента, связанной степенью старения и с сопутствующим состоянием дисплазии, и с толщиной губ, да, которые вы хотите простимулировать. Поэтому, говоря о выборе стеков для работы с красной каймой, оно может быть и 6, и 8, и 10, отсюда и плюс будет разный. Ну и, конечно же, привязываемся к количеству проходов у этих пациентов, оно должно быть не менее 6, не менее. Что здесь мы видим? Третья стадия. Ну, мы понимаем прекрасно, что вот здесь основная задача восстановления мышечного гипертонуса, переводим его в норматонус, восполняем утраченный объем жировой клетчатки, сокращаем расстояние от верхней губы, воссоздаем колонны фильтрума и улучшаем качественные характеристики кожи. Поэтому, вот здесь у нас, конечно, ботулинический токсин и филеры гиалуронной кислоты именно средней плотности по красной кайме и низкой плотности в кожной части. Перевитализация бусора. Ну, я что хочу сказать, для чего мы давали с Викторией такие подходы? Ну, прежде всего, чтобы была возможность и в последующем после аппаратных методов доработать все методами инъекционными. Хотя, как вы видите, что степень первая-вторая может быть еще реализована и решена методами инъекционными. Но, я хочу сказать, вот такой пациентке, которая перед нами, третья стадия, я бы начинала бы с аппаратных методов. Почему? Посмотрите ширина рта, посмотрите в любом случае расстояние от носа до верхней губы, да, то бишь, колонны фильтрума очень длинные. И второй момент, качественные характеристики кожи, которые требуют улучшения не только за счет введения мезотерапевтических препаратов, которые будут разглаживать морщин, но и обновления микроциркуляторного русла за счет технологии Прака-3. И, конечно же, вот все-таки я начинала бы у таких пациентов, чем они старше становятся, чем выраженнее стадия старения, тем больше прерогатива становится аппаратных методов. Любой из этих технологий для того, чтобы введенный филер для объема и восстановления непосредственно потери жировой ткани глубокой или поверхностной, нам все-таки необходима и красивая переоральная зона. Если посмотреть на меня, в данном случае мы видим меня до, эта фотография достаточно часто мною используется в обучающих материалах. Посмотрите, работа до технологии, сразу, после и через несколько часов. В данном случае у нас естественно будет с вами рассматриваться аспект применения различных технологий таких пациентов. Что здесь будет первым? Внутриротовой доступ, действие на связочный аппарат, технология смуз, объемный прогрев, многократный проход. Затем короткоюбольственная технология проход 3. По коже непосредственно мы должны пройти и по красной каймигу. Затем 504,9 технология пьяна для сокращения высоты длины колонн фильтрума. Сокращаем, уменьшаем вот эту высоту верхней губы. Заходим на красную каймигу. После этого, ну или хотите, используйте, если вот в этом случае технология пьяна выполняется R33 или L-runner. Для такой технологии работа. Губа сразу разворачивается, и вы видите на некоторых пациентах, в данном случае предыдущие пациентки это видели на фотографии. И, конечно же, параметры для красной каймигу технологии прака-3 и кожной части, они разные. На красной каймигу приводятся, естественно, ниже. Когда мы работаем технологией пьяна, мы работаем, опять же, 3 секунды, добиваясь правду вам именно действия на подкожно-жировую клетчатку. на септы ее, для того, чтобы их подсократить и ткани все растянутые поднять. Когда мы вместо пьяной используем технологию смуз, лучше, конечно, все-таки террально. Длинная грябельная технология позволяет быстро, эффективно прогревать. Ну и объемное наполнение красной каймы, конечно же, здесь уже работа по красной кайме технологии смуз. Манипула P-S-03. Вы видите, какой достаточно длинный протокол. захватом и кожной части, и работой с красной каймой. Но вопрос о том, можно ли здесь обрабатывать для восполнения непосредственно белой линии, да, пожалуйста, по контуру красной каймы для более черченного ее края мы можем работать. И здесь могут использоваться облиционные технологии, полный луч, бетно 2,5, и, опять же, можно использовать тракционные технологии. Технологии, которые мы будем рекомендовать для пациентов четвертой стадии, причем я хочу сказать, что все, что я перечисляю, это все в рамках одной процедуры. Четвертая стадия, ну, здесь я считаю, что первые будут аппаратные технологии, потому что мышечный тонус воссоздании, это патрульнический токсин, да, до, и задачи, которые ставятся именно для работы с объемным моделированием с использованием акционных препаратов, это восполнить утраченный объем жировой колечатки вермиллиона, воссоздать колонны фильтрума, приподнять комиссуры рта и устранить глубокие нормальные залоны кожной части. То есть мы видим с вами, что для нас и схематичность выражена все, здесь будут использоваться как патрульнический токсин и препараты гиалуронной кислоты высокой низкой плотности в красной кайме и филеры гиалуронной кислоты средней плотности кожной части или коллагена стимулятора для именно того, чтобы улучшить и уменьшить термальные залоны, понятно, и биритализации, скимпостеры, но и утраченный объем жировой ткани именно поверхностной и особенно работы с зоной кожи. Ну вот посмотрите аппаратные методы для таких пациентов и тут только аппаратные методы и пациентка до процедуры и пациентка после абляционно-фракционного воздействия в области только кожи периоральной зоны и пациентка когда ей была выполнена вся этапность которая перед нами здесь прописана то есть это фототермическая реконструкция переоральной зоны когда мы проводим прогрев слизистой артат затем обрабатываем технологию прака-3 кожу и красную кайму на пятнах 4.9 затем технология пьяна для объемного моделирования и разворота и укорочения колонн фильтром и сокращения растянутых тканей и конечно же работа на восполнение объема красной каймы то есть если пациентка готова облиционно фракционными методами или полным лучом для уменьшения гиперкератоза для того чтобы создать более четкий контур губ пожалуйста мы это можем выполнить либо в рамках одной процедуры если пациентка получала препараты которые стабилизируют что именно герпетическую инфекцию потому что очень часто когда мы делаем многослойное воздействие с использованием таких технологий герпес может быть и отсюда вопрос о том разносить всегда ответ да лучше разносить хотя еще раз повторю что глубина воздействия полным лучом очень маленькая 4-5 микрон мы проходим по красной кайме по переходам на белую линию для четкой линии затем делаем однократный проход по всей губе и абляционные фракционные я иногда делаю для хорошей пенетрации препаратов гиалуронной кислоты либо космоцептические препараты либо мезопрепараты то бишь бустеры и это вот доставка лекарственного препарата сегодняшний пост у меня именно посвящен этому был вопрос лекарственные формы какие применять после лазер-ассистированной доставки так вот эти бустеры эти мезопрепараты для увлажнения кожи и улучшения их можно использовать как на красной кайме так и на кожной части тогда вопрос об объемном моделировании мы можем отложить ну если вы сделали небольшую травму в лицо на фракционные например 20-30 микрон пенетрировали препарат то возникает вопрос а можно мне прогреть в этот день сомнительной технологии я всегда говорю что это все индивидуально это обсуждается в рамках повышающих наших семинаров когда мы с вами обсуждаем что данному пациенту сделать и в какой последовательности либо технология смус объемного моделирования усиления микроциркуляции будет до либо после либо мы разнесем это детали которые всегда надо обсуждать с учетом того приехал ли к вам пациент из другой страны или другого города вот вы его отпускаете либо пациент будет ходить к вам постоянно но я думаю что ряд моментов сейчас по последовательности то будет уже понятно и когда мы говорим о пятой стадии то здесь конечно же в том состоянии которое у нас есть пациенты эти все технологии о которых я уже говорила и перечислила мы назначаем но большой акцент наряду с работой со слизистой рта мы отводим работы с кожей поэтому и красной кормой но каким методикам наряду с неабляционными технологиями рака 3 конечно же обляционной полной лучшей фракционной почему потому что нам надо уменьшить те изменения которые есть атрофические в области кожи и потому что работать только с контуром или красной кормой бессмысленно если у пациента выраженное старение в области кожи верхней губы но это было бы не совсем корректно поэтому здесь мы работаем всеми перечисленными технологиями которые я разбила до этого прогресс слизистой рта мы работаем в технологии прака 3 заходя на кожу на красную корму работаем облиционно-фракционными сочетая это в одну процедуру с полным лучом если пациентка готова не готова ну значит работаем тогда на непосредственно разглаживание морщин технологии смуз по коже фракционной после режима пьяна и красную кайму восполняем уже непосредственно тоже смуз но перед этим очень важно все-таки отработать непосредственно облиционно-фракционными методами переход непосредственно красной кормы на кожу и конечно же хочу сразу отметить что такие пациенты требуют очень вдумчивого и решения и подхода почему потому что инъекционные методы у них уже будут завершающими и если посмотреть вот по этой классификации которую мы дали именно те технологии которые мы можем делать слушайте а вы вот когда слушаете меня вы слушаете на телефоне или на компьютере я вот когда слушаю чьи-то вебинары я обязательно делаю скриншоты и я слушала много вот в отпуске вебинаров других наших коллег некоторые слушала одним ухом сама записывая свой вебинар но при этом однозначно у меня был естественно наушник я одним ухом слушала делала скриншоты и записывала свой вебинар вот такая умельца вот и конечно хочу сказать что вот такие скриншоты они потом позволяют ну вот сесть и посмотреть потому что все что я проговаривала вероятнее всего вы знаете есть вещи которые просто нужно как бы для себя как подсказка и ты потом открываешь смотришь и очень хорошо для себя имеется такая подсказка но я думаю что большинство из вас слушают в телефонах может быть вы сейчас работаете что тоже важно что можно в ватсапе смотреть нас можно просматривать момент работы я очень часто тоже так делаю пускаю пациентов какие-то вещи что-то с наушником тоже прослушиваю ну потому что пациент всегда в релаксе а ты можешь в этот момент что-то восполнить какой-то объем который тебе необходим например по гиперпигментации или там по нитевому лифтингу с учетом той задачи поэтому я надеюсь к чему что вы это сфотографировали слайд потому что все-таки по стадиям старения были прописаны те технологии которые нам с вами необходим для работы с переходом непосредственно на ту или иную зону в связи с этим если мы видим уже и понимаем что работа с кисетными морщинами для нас будет происходить по типу ботулинический токсин затем филеры аппаратные методы А и Б и мы видим с вами что аппаратные методы А которые направлены на профилактику появления их основная задача тонизация кожи они будут начинаться с первой степени старения вот этот слайд тоже очень важный потому что если вот предыдущий мы с вами говорили о том что мы можем здесь использовать то или иную важную технологию в первой степени это восполнение красной каймы во второй степени мы уже работаем полным лучом по коже красной каймы на ряду с этой же но для нас очень важно вы посмотрите все-таки когда мы работаем непосредственно с технологиями восполнение слизистой вот здесь она будет у нас с первой степени старения вот посмотрите первая стадия по пятую мы начинаем работать с красной с восполнением связочного аппарата профилактики или как мы понимаем у пациентов дисплазе оно может быть основным когда они придут с объемными губами но будут говорить что губы удлиняются эта зона и хочется как-то их подтянуть поэтому первая степень старения которую мы описываем только лишь того что как меняется восполнение красной каймы она еще может быть связана и с тем что объем то может быть нормально восполнен но у пациентов в молодом возрасте с учетом дисплазии ткани могут появиться критерии чего опосредованно ухудшение состояния переоральной зоны связанной с миграцией филера в этот момент тоже учитываем поэтому технологии прописаны если мы работаем облиционными по красной кайме 2, 3, 4, 5 если мы работаем полным лучом фракционной технологии прака 3 мы можем работать как по кожной так и по красной кайме и облиционной начинаем уже работать с 3, 4 а вот кисетные морщины профилактика вот именно самый важный аспект который мы говорили на уроке кожа и методы старения методы и технологии которые мы применяем с учетом степени выраженности атрофии степени выраженности избытка кожи вот они у нас здесь прописаны методы А и Б и я говорила что смуздинно-импульсно-спиралька или стеками манипулы R11 или PS03 режим пьяна 1-2 секунды 3 технологии а время 1-1,5 это будут все технологии направленные на уплотнение кожи а вот на избыток избыток кожи мы говорили о других технологиях как облиционных фракционных так и технологии фракционных неэкорритивных фракции но временем 0,3 мс и естественно у нас здесь они будут и прописаны а если вы забыли эти технологии посмотрите наш вебинар и основная цель вот этого слайда это показать вам что чем выраженная степень старения в периоральной зоне тем аппаратные методы становятся лидерами а инъекционные выполняют вспомогательную роль поэтому дорогие коллеги я думаю что когда мы с вами получаем в арсенале ту или иную пациентку то мы должны знать что мы для нее можем предложить потому что когда я смотрю в нашем инстаграме пациентов которым очень красивые большие молодые полные губы им проводятся либо р11 движение каля-маля мне так нравится всегда туды-сюды вопустки рты вводятся манипулы или например опять же какими-то стеками и понятно что выхода у нас резистую для якобы разворота все это круто но я честно говоря так не понимаю как люди работают потому что для меня важно как вы поняли из этого вебинара какая ткань заинтересована в той или иной степени старения и путем как мы всегда говорим симптомам которые у нас есть мы можем сами определить заинтересованность той иной ткани мишени периоральной зоне будем ли мы работать на объемное моделирование красной каймы ну это понятно потеря объема уход как подкожно-жировой клетчатки поверхностной вот потеря глубокой и изменение качественной характеристики красной каймы понятно что четвертой пятой степени мы только решить проблему смуз технологии объемного моделирования не сможем но мы создадим активизацию фибробластами синтеза гиалуронной кислоты и дальше видеофиллер ведем его в том объеме которым нам необходим но перед этим мы пролечим все ткани которые будут связаны с извинением связочного аппарата и естественно состоянием потери атрофия подкожно-жировой плетчатки это не только уход адипоцитов но это перерастяжение и сэп поэтому конечно же говоря о особенностях потери объема переоральной зоне именно в области губы жировой ткани поверхностной глубокой мы прекрасно понимаем состояние и кожной части этих пакетов о которых мы сказали которые мелкие адипоциты плотно лежащие плотных полотных коллаген но в любом случае они тоже подвержены эти волокна коллагена изменения и самое главное связочный аппарат в этой зоне за счет чего у нас наблюдается ряд изменений которые если мы не компенсируем наши губы восполненные объемом филера введенного только усугубят состояние представьте что вот этой пациентке вот этой вы бы проводили объемное моделирование основная задача для нее и ей предлагали такой метод но слава тебе господи мы начали работать это был 2015 год мы провели облиционно-фракционные методы манипулы ФС-01 и естественно был выполнен ФРАК-3 перед этим посмотрите изменилось состояние но на тот момент мы еще так не работали технологией пьяна но она стала той первой моделью которая была выполнена фототермическая реконструкция ткани щити и я стала уже работать с красной каймой посмотрите какое состояние ткани которое мы получили и это тот ответ пациентке который мы можем получить и воссоздать его если понимаем с какой тканью у этого пациента при той стадии старения переоральной зоны мы работаем то есть мы всегда смотрим на пациента вот у этой пациентки что я ей сделала я провела обработку на видео которое мы не можем показать в рамках этого вебинара но на докладах которые я читала мы могли встречать у нее была обработана слизистая рта и затем я прошла технологии пьяна или раннером и после этого я провела объемное моделирование технологии смуз манипула PSN3X по гиллу и вот такой эффект мы получили сразу вот этот разворот губы который мы с вами видим поэтому хочу отметить что анализируйте что у вашего пациента на что направить нужно какой технологии тогда находясь в интернет пространстве и отслеживая те работы которые есть у пациентов у наших специалистов тем или иным вы будете понимать что это это просто привлечение к себе внимания это действительно человек демонстрирует какую-то свою потовой наработанный техноподход и у этой пациентки посмотрите маленькая верхняя губа какое объемное моделирование а это пациентка которая была выполнена прогрев в слизистой рта и объемное моделирование красной креймой через месяц вот прогрев слизистой рта и объемное уже более никаких не가 какой разворот нижней губы эта пациентка сразу после процедуры вот так она выглядела И через месяц. То есть я хочу сказать, коллеги, через месяц вот эти пациенты. Мои пациенты очень любят данную технологию и любят вообще работу с периоральной зоной. Поэтому мы продаем с вами на сегодняшний день фототермическую реконструкцию ткани щеки, 4D-периорбитальная зона омоложения, 4D-периоральная зона. У нас с вами остался последний вебинар 2 сентября в 11 часов. Это цветовые маркеры. Это гиперпигментация и сосудистые проблемы. У нас с вами будет, естественно, технология, которую мы будем разбирать на пикосекундном лазере Старбокера. Ну и, естественно, сосудистые компоненты у нас будут частично разобраны с отчетом того, что мы их можем лечить как на Старбокере, у которого есть, и пикосекундные режимы, и миллисекундные, и микросекундные. Также мы охватим те возможности, которые выполняются на других аппаратах производителя компании «Потон». Всем хорошей трудовой недели, ну и начало учебного года сентября. Поздравляю вас, дорогие коллеги. Ну и на 7 прощения.